Кто уже и видит, как разбегается по полосе, самолет в первоначале подготовки ЯК-152, а вот так сумел в небо. Самолет разработан в ОКП Яковлево и построен на заводе корпорации Иркут. Первый полет этот самолет совершил менее года назад. Друзья мои, уже демонстрируется здесь. Это премьера авиасалона МАКС. 29 сентября 2016 года ЯК-152 поднялся в небо. Благодаря усилиям летчика-испытателя Василия Николаевича Севастьянова, сегодня в кабине этого самолета Олег Каноненко, заслуженный летчик-испытатель, будет показывать вам, на что способна эта легкая машина для первоначальной подготовки летчиков. Специалисты спрашивают, что за двигатель у этого нового самолета. Отвечу, друзья мои, это 12-цилиндровый двигатель. Двигатель дизельный, мощностью 500 лошадинных сил. Работает он на авиационном керосине. И в отличие от многих пушевых самолетов, этот оборудован двигателем, который управляет только одним рычагом, что, естественно, добавляет удобства и комфорта летчику. И имеет жидкость на воздушную систему охлаждения, позволяющий эксплуатировать Як-152 в диапазоне температуры от минус 25 до плюс 40 градусов по Цельсию. Смотрим на маркетинге. Двумя катапольдными креслами, что обеспечивает безопасность для обучения летчиков. Як-152, естественно, продолжает всемирно известную Яковлевскую линию черных машин. Многие помнят знаменитые УТ-2, Як-18, Як-18Т, Як-52, которые открыли дорогу в небо десятка тысяч летчиков в нашей стране и за рубежом. Но время, конечно, не стоит на месте. Все идет вперед, технологии развиваются, самолетстроение в том числе. И вот Яковлевцы выпускают новую машину, уже современную Як-152. Запомните это название. Это на многие, я уверен, десятилетия вперед будет летающей партой для многих будущих летчиков. Я неустанно повторяю о том, что многие летательные аппараты способны выполнять задачу днем и ночью. Вот Як-152 тоже относится к таковым. Способен летать в простых и сложных видеословиях. И днем и ночью никаких исключений по этому поводу нет. Способен выполнять все фигуры сложного пилотажа, требующие для подготовки молодых летчиков и курсантов летных училищ. Способен обучать штопору, выводу из него. Это очень важно. Предназначен для первоначального обучения молодых летчиков и профессионального отбора и приеду в летные училища. Ну и как водится в современной машине более новой по скорости и взлетно-посадочным характеристикам, она превосходит зарубежные аналоги. Авионика самолета адаптирована для продолжения обучения летного состава на самолете Як-130. Приветствую, у нас стоит Геннадинка. Передовать вашим аплодисментам. Он чувствует это. Он чувствует эту поддержку. Как водится новому самолету. Он проходит еще летные и наземные испытания. Но, естественно, мини-хода на... И на привычный заход на посадку. Слева от вас уже выпущены шасси. Доворотно-посадочный курс со снижением. Включены фары. И герой России Олег Каноненко заводит новейшую машину, премьеру авиасалона МАК-2017. На посадку. Многие из вас, наверное, это увидят. Вот остались считанные метры. Обратите внимание, с каким перелетом, поскольку самолету требуется всего лишь несколько десятков метров для того, чтобы остановиться. Вот есть касание. Самолет Як-152 практически там, около рулежной дорожки сейчас остановится. И освободит летно-посадочную полосу для следующего участника нашей летной программы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...